Всем привет! Канал Ирина Цветики. Обзор из магазина Росток по улице 40 лет Победы. Но я опоздала. Мне написали девочки, что здесь чудесный пилор есть и другие мутанты. Их как раз, видимо, привезли, когда я не смогла заехать на рынок. Я ездила в Леруа, в два магазина, в Ашанах снимала. Сюда не доехала. Ну, просто была пробка и время было у меня ограничено. Но, оказывается, здесь был завоз. Такие чудесные. Это уже заказ, это уже все куплено. Вот, смотрите, тут Равелла такая, по-моему, с мутацией. Беглиб. Ну, Пандора назовем. И вот этот чудесный белый пилор. Вот, его очень хотели. Несколько человек мне написали. Ну, уже, увы, вот я приехала и застала только. Ну, уже в заказе. Ну, вы знаете, это оптовый магазин. Здесь сначала по интернету оптовики заказывают. А потом, что останется, выставляют вот сюда. Вот еще бабочки. Бабочки парфюмерные фабрики. Очень красивые, кудрявые. Ну, где-то похуже корешки, где-то получше. Тоже меня попросили купить. Вот, я выбрала там получше, который отставила в сторону, чтобы не перепутать. Сначала этот. Тут тоже есть корешки. Он весь такой кудрявенький. Красивые цветочки. Ну, главное, конечно, корневая, чтоб шейка тут вот совсем. Ну, тоже они дадут новые корешки и вырастут при хорошем уходе. Хотя, вот, фабрика, она капризненькая. Ну, тем не менее. Вот такая красавица. Я ее прям носила с собой. Снимать нечего, девочки, мальчики. Почти. Ну, вот эта коробка, которая уже куплена. Говорят, ну, сами работники, что нам даже не хватило орхидеев. Прямо расхватали. Ну, зима уже у нас идет на обыдь. Никак не фокусируется. Три тысячи пятьдесят рублей. Вот, да? Да, наверное, уже ближе к весне. Ну, все равно покупают, видимо, маловато орхидей. Во-первых, зима, перевозка. Они теплолюбивые. Вот, смотрите, здесь такая скидка. Ну, как сказать, на простые. Ну, такие, которые часто встречаются. Вот принц леопард чудесный. Ну, просто крупные лепестки, крупные цветочки. Вот еще такая бабочка. Бабочка кудрявая, красивая. Размер мультифлоры цветочков. Ну, три тысячи четыре-сот двадцать рублей. Ну, вот она и стоит. Игра, поэтому... А что там с корневой, я ее даже не потащила посмотреть. Ну, естественно, за такую цену, ну, вряд ли кто-то. Ну, по крайней мере, из моих покупателей возьмем. Такую пестренькую. Тысяча двести пятьдесят бендробио белый. Ну, недорого по нынешним временам. Вот мини-марк один остался упорно. Надывает бутончики, цветет. Две тысячи пятьсот. Ну, наверное, стоит просить скидку. Ну, возможно, вот последний цветочек, может быть, сезам. Так, что там еще? Вот такой красивый. Показывала я уже. Беглиб, не беглиб, но губа крупненькая. Так, тысяча семьсот. Это сезам, по-моему. А вот такая две с лишним. Да, они тут рядом стоят. Я туда посмотрела. У меня тут пакетик. Ну, вот с орхидеями, в принципе, все. Вот еще уценочка. Уценка мне тоже интересуется. Покажу на четыреста рублей. Ну, тут нужно выбирать. Ну, кто хочет позаботиться, выходить. Вот, довольно много. Выбор большой. Можно, если хочется, сильную орхидейку, можно найти. Там анцимбиниум, я смотрю, вроде стоит, белый. Ну, и много других растений на уценках. Вот это фикус за 500 рублей. Нет. Думала, варегатный фикус. Что-то я не встречала. Ну, то есть, большое разнообразие от сверших растений. Паворотники. У меня только на холодной веранде хорошо растут. Но у нас бывают неожиданно заморозки. Вот парочка у меня вот так погибла, стояли. Домой заносишь хоть пять раз в день опрыскивать. Все равно они сохнут. Сейчас у нас заморозки вроде прошли. Но, по крайней мере, не обещают. Надо выносить снова на веранду у меня на холодную. Паворотники. А то они страдают. Уже начали сохнуть листики. Хотя опрыскиваем, опрыскиваем. Смотрите, какая интересная. Это саккулент. Такой кактус. Я впервые, честно говоря, вижу. Такой кактус. Ну, или вы просто вырастили особым образом. Цены хотелось бы показать. Но я говорю, что ношу в другой руке. Это тоже у меня занято. Ношу эту бабочку. Вот она. Красавица. Боюсь ее оставить, чтобы не подхватили. Вот эти настоящие цветочки у кактуса. Вот такие они есть. Ну, часто лепят там сухостой. Ну, как бы сухие цветы. Ну, похоже, да. Так, еще меня спрашивали про тилансии. Разного вида. Ну, вот такая морковка. 990 рублей. Медузы у нас 1250. Бороды не вижу. А это, не знаю, похоже на медузку. Может, просто молодые. А вот это вот новогодний наровариант. Они пенкой обсыпаны. 890 рублей. Подешевле. Не знаю, можно ли смыть эту пенку. В принципе, она вроде как безвредная. А это уже такие сюрпризы. 380 рублей. Наверное, на праздник Валентина уже девочки подготовились. И вот такие эти ланси. Розово-зеленое-желтое. Так, так, фокусируйся. 420 рублей, если не ошибаюсь. Посмотрела. Так, поставлю на кассу свой цветочек. Пойду, может быть, цены там поснимаю. Это для аквариума, я так понимаю. Лудизии. Драгоценные оркадейки. Вот две штучки осталось. Ну, вполне живенькие. А вот это даже цвести задумала. И тоже вот неизвестно. Многие советуют обломывать цветонос. Я не советую. И у меня вот сразу начало погибать. Поэтому, как им не давать цвести? Наверное, когда в зачаточном еще состояние отщипнуть. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Пока-пока.